Начиная от самых простых и маленьких, созданных для мирных целей, вроде съемок красивых видео или контролем пожаров, и заканчивая полноценными военными машинами для убийства, дроны или же БПЛА стали огромной проблемой на поле боя. Методов противодействия дроном уйма, но чем эффективнее средство показывает себя на поле боя, тем менее рациональным в плане стоимости оно оказывается. Стрелять по бездушному разведчику из пулемета это, конечно, дешево и сердито, но зачастую неэффективно. При большой удаче это сработает против низколетящего беспилотника, но если ваша цель летит на высоте более километра, можете забыть о своем любимом ПКМ, скорее всего врага вы даже не увидите. Где-то рядом находятся системы радиоэлектронной борьбы, в зависимости от вида они по-разному пытаются воздействовать на дрон, но чаще всего рэп давит помехами радиоканал управления GPS навигацией, иногда даже пытаясь подменить координаты в последний методом спуффинга, но как показывает практика, устойчивыми к подавлению оказываются даже такие гражданские БПЛА, как тот же Мавик. Другая проблема это спуффинга, это тогда, когда вам пытаются координаты подменить, и ваш Мавик, пытаясь быть на одни и те же позиции, на самом деле перемещается в просторе, он же картинку не анализирует, на отличие от вас. Но, опять же, противодействовать этому вы можете просто контролируя картинку с камерой. О военных беспилотниках средства связи и защиты которых многократно лучше стоит вообще молчать. Конечно, авиационные варианты радиоэлектронной борьбы показывают себе заметно лучше своих наземных аналогов, но позволить их себе в достаточных количествах может разве что одна страна в мире. В самом дорогом конце списка у нас оказываются системы как наземной, так и воздушной ПВО. Авиация неплохо себя показывает в борьбе с БПЛА Мэйл-класса, но вот ее эффективность против менее высотных образцов уже не такая очевидная. Наземная ПВО показывает себя получше против маленьких дронов, но страдает от того, что само становится жертвой действий бездушных разведчиков. К тому же, будучи дорогими и неманевренными системами, наземные пусковые установки просто не могут прикрыть всю линию фронта. Проблема беспилотников породила собой бурление в военных кругах, где армейские эксперты разной степени компетентности пытаются придумать более эффективные приемы против этих бездушных засранцев. Одними из таких и стали боевые лазеры, а если быть точнее, то оружие направленной энергии. Старая тема, которая раньше предполагалась как защита от ядерных боеголовок в космосе, потихоньку угасала, пока не нашла подъем в решении проблем уничтожения БПЛА. Давайте же рассмотрим реальный образец оружия направленной энергии и его теоретическую эффективность против вражеских дронов. Пересвет – это оружие направленной энергии размером с большой грузовик, что использует для питания очень ядовитые элементы – аминокислород и йод для создания лазерного пучка. В отличие от твердотельных или газоразрядных лазеров, такому источнику излучения не нужны ядерные реакторы или штаберя генераторов для работы, но с другой стороны, любое пробитие бака в осколком приведет к маленькой техногенной катастрофе. Для обычного обывателя представленный ДТХ практически ничего не значит. Выходная мощность, диаметр, зеркало, качество пучка. Собственно вопрос будет уничтожать планеты как в фильмах или нет? Ну давайте посчитаем. Смертоносность лазера зависит от множества характеристик, но прощенно нам хватит вот такого вот списка, под который я заранее создал калькулятор. Выходная мощность – это то самое заветное количество энергии, которое задействовано в виде излучения, то бишь мощность световой энергии, которой мы будем пытаться просверлить во враге дыру. Чем этот параметр выше, тем лучше. Однако повышение мощности ведет за собой увеличение расхода ядовитых реагентов в нашей установке и усиление нагрева, что приведет к меньшему времени работы и увеличенным размерам установки. Расстояние и дифракция Крайне коварные параметры для любого обывателя, который наивно полагает, что лазерное оружие идеально подходит для огромных дистанций. Из апертуры, а это аналог казенника для нашего лазера, свет выходит не ровным потоком, а скорее расходящимся конусом, и чем больше расстояние он проходит, тем большим пятном падает на цель. Это называется дифракцией, и чем больше у нас длина волны лазерного излучения, тем сильнее расходится луч на расстоянии, превращаясь из оружия в обычный фонарик, так как одинаковое количество энергии будет все сильнее размазываться на большей площади. Коэффициент М2 Важный коэффициент, который показывает, насколько хорошо мы способны фокусировать создаваемый лазерный луч. Коэффициент М2 в районе единицы дает нам понять, что мы достигли предела физики и ограничены только дифракцией, но подобное доступно только самым маленьким лазерам. У военных образцов параметр заметно выше, ввиду огромной мощности, и часто именно этот ТТХ оказывается для системы направленной энергии более важным, чем дифракция. Например, коэффициент М2 в размере 5 говорит нам о том, что луч расходится на расстоянии в 5 раз сильнее, чем теоретически идеальный, что уменьшает его мощность в целых 25 раз. Длина волны Зависит от типа лазера и влияет на дифракцию. Чем меньше, тем лучше, но зачастую, чем короче волна, тем сложнее создать лазер аналогичной мощности. Размер зеркала Да-да, не оптики, а именно зеркала. В лазерном оружии используют термостойкие бреговские зеркала, которые проводят луч изнутри установки на подвижную турель, которая фокусирует лазер главным зеркалом на цели таким образом, чтобы создать как можно меньшую по площади точку. Чем больше у нас фокусирующие зеркало, тем сильнее мы сможем сфокусироваться на цели, создав как можно меньшую точку. Однако, какое бы оно ни было, выше дифракции или коэффициента М2 мы не прыгнем. Вот и все, теперь можем считать. Сразу скажу, что я не буду пояснять расчет, но оставлю под видео таблицу с калькулятором, которым будут готовые формулы. Если у вас будет свободное время, разберетесь сами. Типичное расстояние это 5 километров. Качество пучка лазера М2 равно двойке. Длина волны кислород-йодного лазера это примерно 1,315 мкм. И размер зеркала в данном случае это всего полметра. При выходной мощности в 50 киловатт плотность потока энергии на цели составит около 9 киловатт на сантиметр квадратный. Для примера, чтобы поджечь фанеру или сухую деревяшку, нам нужна мощность от 1 киловатта и более на сантиметр квадратный. В то же время для резки металла понадобится мощность от 100 киловатт на сантиметр квадратный. Этот лазер способен поджигать фанеру или пластик на расстоянии в 5 километров в течение нескольких секунд. Но на дистанции в 20 километров это чудо будет разве что способно поджечь бумагу. Чего уж говорить о стеклопластике, который применяется при создании военных БПЛА. И это все, внимание, если речь о качестве пучка М2 в районе двойки является правдой. И если окажется, что в реальности все с этим ТТХ не так радушно, то пересвет может оказаться бесполезным даже против копеечного китайского МАВИКа. А военных БПЛА, которые сумеют выявить пересвет на намного более солидной дистанции, и которые сделаны уже из композитных и термически стойких материалов, лучше молчать. В теории мы можем еще сильнее улучшить уже наявное ТТХ. Например, умиличив размер зеркала до 0,7 метров или удвоив выходную мощность ущерба длительности работы. В конечном счете мы получим дальность около 9 километров, оставив примерно одинаковую плотность энергии. Остается только один вопрос. Будет ли разумно закупать столь химически опасное и дорогое средство вместе с оптикоэлектронами или РЛС-станциями наведения ради того, чтобы уничтожать китайские дроны? Данный лазер не будет способен сражаться с современной авиацией, на расстоянии в десятки километров он даже нагреть самолет не будет в состоянии, в отличие от классических систем ПВО типа того же БКМ-2. Упрощенный калькулятор для расчета мощности теоретических боевых лазеров я оставлю в описании под видео в виде гугл таблицы. А на этом все, всем удачи! Продолжение следует...